Делегация Десногорска Представление своевременно не противоречит действующему бюджетному законодательству и муниципальным правовым актам Заседание постоянных депутатских комиссий Десногорска Прохождение государственной итоговой аттестации, сдача всех ЕГЭ транслируется в режиме онлайн Российские школьники продолжают сдавать единый госэкзамен 27 мая в Смоленске начался масштабный ремонт трамвайных путей Новые рельсы будут уложены на проспекте Гагарина и улице Николаева В настоящее время движение трамваев ограничено и возможно только до остановки площадь Победы Чтобы жители промышленного района смогли доезжать хотя бы до центра, трамваи до площади поедут задним ходом Благодаря специальной реверсионной стрелке состав будет ездить в прямом и обратном направлении без специального разворотного кольца Также тестируются 9 вагонов-двойников, которые пойдут по укороченному маршруту Ремонт продлится до 20 июля, а пока жителям Смоленска придется больше ходить пешком 28 мая состоялось совещание с представителями городских структур Собравшиеся подвели итоги за прошедшую неделю и обсудили предстоящие задачи 28 мая в России ежегодно отмечается День пограничника Поэтому началось плановое совещание с поздравлением главы личного состава пограничных войск города Хочу пожелать всем крепкого здоровья, удачи, благородства духа, темизма Ну и самое важное, чтобы Родина всегда помнила силы своей защиты Далее Александр Новиков напомнил присутствующим о предстоящем значимом событии в городе Волгодонск Ростовской области С 31 мая по 1 июня там состоится фестиваль-конкурс атомных городов «Созвездие городов Росэнергоатома» Делегация города Десногорска по главе главного муниципального образования Тренинского Шубина Также принимает участие в конкурсной творческой программе, и мы надеемся, что это будет С 30 мая в городе начнутся приемочные работы по замене лифтового оборудования Также с 30 числа продолжится реализация проекта комфортной городской среды Плановые работы будут проводиться на придомовой территории 7-го микрорайона 1-го и 2-го домов, а также в 1-м микрорайоне 1-м доме Просьба жителям не оставлять электротранспорт, не загораживать территорию в проезжей части Полным ходом идет подготовка праздничных мероприятий, приуроченных к предстоящему Дню защиты детей 1 июня на площади Рео и ДЦ для юных десногорцев устроят праздник «Ура! Каникулы!» А на баскетбольной площадке 4-го микрорайона в 11 часов состоится игровая программа для детей «Мир детства, мир радости» Любители баскетбола приглашаются в 12 часов на торжественное открытие фестиваля по баскетболу В 13-м в Центре культуры и молодожной политики состоится спектакль для детей «Трямо! Здравствуйте!» И в 16-м в Магазинской летней «Мир детства» состоится праздничная программа, посвященная нужному роду защиты детей и яркие краски детства Атмосфера в городе благополучная, все организации работают в плановом режиме Велита Ефименко, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Деснат-ТВ Смоленские депутаты поддержали федеральный законопроект о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях За незаконное задержание транспортного средства виновные будут привлекаться к ответственности В настоящее время специалисты, которые составляют протокол и лица, осуществляющие эвакуацию автомобиля, зачастую нарушают права граждан Ответственность за эти нарушения злоумышленники не несут Случаи, когда машину задерживают без заставления протокола, фото и видео фиксации без привлечения понятых на территории Смоленской области участились Поэтому депутаты решили ввести в Кодекс дополнительные статьи, запрещающие в тех или иных случаях эвакуацию автомобиля Например, владелец машины появился в момент задержания автомобиля, но не может предоставить документы на проверку, которые находятся в машине В таком случае дальнейшая эвакуация запрещается В администрации региона подвели итоги областного конкурса «Воспитатель года» На церемонии награждения присутствовал губернатор Алексей Островский Он выразил особую благодарность всем участникам конкурса за любовь к детям и высокие достижения в работе В этом году в конкурсе «Воспитатель года» приняли участие 13 педагогов организации дошкольного образования из 8 районов области Все участники прошли несколько туров, представили свои творческие презентации и продемонстрировали навыки работы с детьми Пять конкурсантов набрали наибольшее количество баллов Звание «Воспитатель года» получила Татьяна Гевлич, воспитатель детского сада «Солнышко» города Сафонова Она будет представлять регион на всероссийском этапе конкурса 27 мая в администрации Десногорска состоялось очередное заседание постоянных депутатских комиссий Подробности совещания смотрите в сюжете На повестке дня заседания депутатских комиссий были важны и актуальны и для города вопросы Первый вопрос – это объяснение изменений в устах муниципального образования города Десногорск в Смоленской области И в решении Десногорского городского совета от 18 февраля 2019 года В соответствии с утвержденным регламентом ранее по этому вопросу были проведены публичные слушания По итогам этих слушаний, на которых присутствовало более 100 человек, в устав города было предложено внести изменения Принятие решения по данному вопросу вынесено на сессию городского совета Был рассмотрен вопрос бюджета города на 2019 и плановый период 2020 и 2021 года Доходы предлагаются к увеличению на 34 млн 939 тысяч рублей В том числе за счет безвозмездных поступлений из областного бюджета на 34 млн 893 тысяч рублей И предлагаются к увеличению неналоговые доходы в сумме 46 тысяч рублей В связи с этим планируется увеличение фонда дорожного строительства и дорожно-транспортного комплекса Также дополнительное финансирование получат программы развития образования, развития культуры и молодежной политики Городской бюджет исполняется согласно прогнозу и установленным нормам наполнения Отчет подготовлен в рамках полномочия администрации муниципального образования города Смоленской области Утвержден соответствующим постановлением С главой муниципального образования Представлен своевременно не противоречит действующим бюджетам законодательству и муниципальным правовым актам Кроме этого, депутаты ознакомились с отчетом главы муниципального образования города Десногорск о результатах его деятельности О проделанной работе глава сообщит на сессии Десногорского городского совета Олег Соловьев, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна ТВ После вступления в силу нового приказа Министерства здравоохранения в практике диспансеризации произошли изменения Они коснулись возраста пациентов, которым полагается осмотр у врачей, а также самого перечня обследований Теперь жители региона, как и все россияне, станут проходить медицинские профосмотры ежегодно До этого они проводились один раз в два года При этом смоляне старше 40 лет каждый год смогут бесплатно проверять здоровье по программе диспансеризации В нее входят диагностика онкологии, сдача анализов и лечебные процедуры Задача врачей на ранних стадиях выявить у пациентов хронические заболевания, туберкулез и сахарный диабет 29 мая экзамены по математике базового и профильного уровней продолжают основной период ЕГЭ-2019 Впервые эти экзамены проводятся в один день О тонкостях экзаменационного процесса в Десногорске смотрите в сюжете Это, пожалуй, самый сложный госэкзамен Без дачи этой дисциплины школьники не смогут получить аттестат о среднем общем образовании Помимо родителей, ребят в этот день подбодрил и глава Десногорска Андрей Шубин Я хочу пожелать вам удачи на экзамен Помните, что вы все знаете, умеете, вам все под силу и все ни по чем 27 мая выпускники сдавали ЕГЭ по литературе и географии Сегодняшний экзамен по математике сдают и по профильному уровню, и по базовому При этом большинство выпускников нашего города выбрали профильный, более сложный уровень математики Испытание проводится в 4-й Десногорской школе Для выпускников подготовлено 14 аудиторий Пункт оборудован системой видеонаблюдения То есть прохождение государственной итоговой аттестации Сдача всех ЕГЭ транслируется в режиме онлайн ЕГЭ считается самым честным и объективным экзаменом Он показывает уровень подготовки школьников по всей России А единый подход к организации экзамена позволяет сравнить результаты и уровень образования в целом по стране Результаты госэкзамена дают возможность выпускникам поступать в высшие учебные заведения Олег Славьев, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна ТВ 28 мая свой профессиональный праздник отметили все пограничные войска России День пограничника – праздник всех, кто так или иначе связан с пограничной службой Тех, кто служил и обучал молодых бойцов Обеспечивал технические потребности подразделений границы В этот день с самого утра десногорские военные спешили поздравить друг друга Армейские товарищи вспоминали юность, боевые подвиги и события былых дней С строевой колонной весело и бодро они отправились к мемориальному комплексу «Курган Славы» для возложения цветов И коротко о погоде 30 мая в Десногорске облачно, возможно гроза Днем до плюс 25, ночью около 17 На этом выпуск завершен Больше интересного на нашем сайте desnadefiz.ru А также в наших официальных группах В социальных сетях Вконтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм С вами была Виолетта Ефименко Всем хорошего настроения И только позитивных новостей